Близится 11 ноября дата выборов главы ДНР и депутатов Народного Совета. 5 октября завершился процесс регистрации кандидатов на должность главы государства. По решению Центральной избирательной комиссии в качестве кандидатов на выборах зарегистрированы 5 человек. Денис Пушилин, Елена Шишкина, Роман Хроменков, Роман Евстифеев и Владимир Медведев. 10 октября Центр избирком закончил регистрацию кандидатов в депутаты Народного Совета ДНР. Участие в выборах примут два общественных движения – Донецкая республика и Свободный Донбасс. На заседании Центральной избирательной комиссии, которая состоялась в конце минувшей недели, было принято постановление о создании на территории республики избирательных участков. Согласно принятому Центральной избирательной комиссии документу, в городах и поселках ДНР будет образовано 408 избирательных участков. Больше всего, конечно, в Донецке – 153. 65 участков будет работать в Макеевке, 45 – в Горловке, 24 – в Янакиево. В остальных городах республики, в том числе и в Харциске, не более 20. До конца будущей недели, как отметили в Центр избиркоме, будут сформированы составы всех участковых избирательных комиссий. Мы решили поинтересоваться у харцезян, что для них значат выборы 11 ноября, и собираются ли они, собственно, принять в них участие. 11 ноября, конечно, я пойду на выборы, так как я ответственный гражданин республики, голосую за республику. Выборы – это будущее нашего государства. Конечно, пойдем. И не только я, и вся моя семья – это жена, дочь, зять. То есть мы действительно собираемся и ждем эти выборы. В любом случае, как бы там ни было, мы живем, я считаю, что мы живем в цивилизованном нашем государстве, в нашей республике. И выборы – это действительно тот результат нашей деятельности, нашей жизни. И я думаю, цель будет достигнута. У нас правовое государство, и у нас есть в нашей семье своя жизненная позиция. Ну а как же, это гражданский долг. Всегда ждем лучшего. Поэтому идем голосовать. Конечно, нужно идти. Я обязательно пойду с женой. Это будущее нашего государства. Наше государство должен появиться глава, который поведет нас правильной дорогой. Однозначно, голосовать нужно идти. Единственный вопрос становится в том, что людям очень мало подано информации о кандидатах. И люди в растерянности. Некоторые вообще говорят, мы не пойдем голосовать, потому что мы не знаем за кого. Хотелось бы больше информации, поэтому я еще определяюсь. Но голосовать нужно. Я считаю, что нужно идти, потому что это наше будущее нашей республики. Я думаю, безусловно, это обязанность каждого жителя нашего города, каждого гражданина нашей республики. И, конечно, пойду. В день выборов парламентариев и главы республики в городах и поселках Большого Харциска в общей сложности будут сформированы 17 избирательных участков. Для харцизян их откроют в городском ДК, технологическом техникуме, а также в 3, 4, 5, 22, 24 и 25 школах. На поселке Горное избирательный участок будет работать на базе 19 школы. В Зугрессе местами, где можно будет проголосовать, обозначены городской дворец культуры, 10 и 17 средние школы. В Иловайске образовательные учреждения под номерами 12, 13 и 14. Тройчан 11 ноября будут ждать в местном клубе «Шахтер», а жителей Зуевки в 11 школе.